Говоря по-английски, Айдар стремится донести проблему кумтора, а именно об экологическом ущербе, который нанесли канадцы. 20-летнему парню не безразлично будущее страны, в том числе и вопросы сохранности природы. Причина в том, что мне не все равно, в том, что это очень большая несправедливость. То есть в последующем это все равно даст о себе знать, и нужно действовать сейчас, пока есть время, а потом уже будет поздно. Вместе с Айдаром на мирный митинг вышли и другие молодые люди, которые внимательно следят за ситуацией на кумторе. Участники протеста написали резолюцию. По словам молодой активистки Каныша Юрсбекова, цель митинга – через ООН донести до мировой общественности информацию об ущербе, нанесенном Центере при разработке месторождения кумтор. Мы направляем письмо генеральному секретарю Антонию Гутерришу. Что мы ждем от этого? Мы хотим, чтобы мировая общественность, все люди мира знали, как Центера Голд варварским путем более 20 лет работали на нашей территории. Они на данный момент подают суд, еще имеют наглость высказывать какие-то свое жалкое мнение, можно сказать. Резолюция участников была передана координатору безопасности представительства ООН в Кыргызстане. Напомню, что во время управления Центера Голд на золотом руднике кумтор были обнаружены и захоронены в различных частях рудника токсичные отходы, упаковки с химическими реактивами, масляные фильтры, запчасти для горнодобывающего оборудования, старые шины и даже автомобили. По словам председателя Госкомитета по экологии и климату, большая часть документов была вывезена канадцами. Поиск остальных продолжается. На сегодняшний день мы устанавливаем количество, ищем отчеты, в том числе в органах статистики, потому что, как вы знаете, компания, менеджеры, когда ушли из Кыргызстана, они уничтожили базу данных, информационную базу. И поэтому сейчас приходится восстанавливать все данные. Как только мы соберем необходимое количество информации, сведения, отчеты, будет подсчитан нанесенный ущерб. И это будет новый, неустановленный экологический ущерб. Это очень существенно. Это усиливает наши позиции в споре с центром. Отметим, что сегодня Кумторг Голд Компани работает в строгом соответствии с утвержденными планами горных работ. Отходы золотого рудника сортируются и отправляются на переработку. Между тем, специалистами идет подготовка к предстоящему арбитражному суду, чтобы доказать недобросовестные действия канадцев. Продолжение следует...